Троллейбусы сборки Энгельского завода Троллза составляют большую часть троллейбусного парка России, но предприятие в борьбе за новые заказы осваивает рынки иностранных государств. В прошлом году на экспорт поступили 77 троллейбусов Троллзы страны бывшего СНГ. Как модернизировали предприятие, чтобы остаться конкурентно способными в нашем следующем сюжете. Устанавливают покрытие пола и привинчивают кресла. Значит, троллейбус скоро сойдет с конвейера. Большинство машин Энгельского завода Троллза отправятся возить пассажиров в российских городов. Но Троллзу знают из-за границы в 19 странах мира. Недавно установили контакты с Аргентиной. У них потребность в экологически чистом и дешевом транспорте, потому что троллейбус в эксплуатации на пятый год сравнивается с автобусом. Поэтому мы заключили контракт на первые семь машин. Есть протоколы, намеренные на вторые семь машин. Завод активно осваивает и рынки стран бывшего СНГ, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана. Недавно в Душанбе открылось совместное предприятие, куда Энгельс поставляет основной машинокомплект. В прошлом году Министерство промышленности России признало Троллзу лучшим экспортером отрасли автомобильной промышленности. Здесь уверяют, что могут собрать троллейбусы любыми опциями – пандусы, кондиционер, видеокамеры, долговечный каучуковый пол и даже двойные стеклопакеты – окон для холодных регионов. Нальчик и Тула заказали машины с удлиненным автономным ходом. 15-20 километров троллейбус может проехать на аккумуляторе и не зависит от электролинии. Такая модернизация существенно повышает стоимость машин. Разброс цен – от 6 до 14 миллионов рублей. Цвет машины тоже диктует заказчик. Карта окраски – это чисто их выдумки, их пожелания. Значит, вот Санкт-Петербург, например, серебристый металлик заказал. Москва, Симферополь, Севастополь – это традиционная белосиняя окраска. Нальчик, вот видите, какая сочная машина получилась. У «Энгельской Троллзе» есть и необычный заказчик-бизнесмен из Казани. Со своей будущей женой он познакомился в троллейбусе. С тех пор к этим машинам у него особо трепетные отношения. Он покупает «Энгельские троллейбусы» и дарит их любимому городу. Все они очень необычно оформлены. Последнюю такую машину бизнесмен заказал сделать в розовом цвете и расписать розами. «Энгельский завод Троллза» с такой ручной работой справился. Сейчас завод способен выпускать по три троллейбуса в день. Были бы заказы. «Троллза» пока зависит от помощи государства и спецпрограмм. Планы на следующий год 150-200 машин. Но руководство завода уверяет, что мощностей предприятия хватит на 500 и более троллейбусов.